Деловой Славянск продолжает рассказывать об интересных событиях, об интересных людях нашего города. И вот сегодня хотелось бы рассказать о необычной скульптуре, о необычном арт-объекте, который находится в сквере Мрия, в центре города. И сейчас мы общаемся с его создателем Александром, который сейчас у нас на связи. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, как вам удалось создать такой, и вот что вдохновило вас на создание этой скульптуры? Первым делом это был материал. Он был огромный, и из этого уже начинали исходить. Были несколько вариантов, были просьбы, пожелания людей, участвовавшихся в этом проекте. Ну вот остановился, я сказал, что будет что-то необычное, я не могу сказать, что получится из этого дерева. И потихоньку, со временем, все получалось, получалось, и в конце в итоге получилось вот то, что вы сейчас можете лицезреть. Хорошо, скажите, это персонаж какой-то игры? Просто, может быть, людей наши не все знают, там вот просто более детально. То есть кто это? У меня есть дочка. Мы с ней посмотрели мультик, замечательный мультик, всем рекомендую. Конфу панда называется. Там, где главный герой, это панда, который ничего не умел, ничего знал, но он развил в себе много способностей. Ему помог в этом учитель. Вот этого учителя, который, чтобы вы могли найти такого учителя, я сделал скульптуру, и проезжающие люди, их узнал этот мультик, вспоминали, что есть какой-то учитель, его фразы некоторые. То есть, напоминание такому молодому поколению о том, что да, все-таки учитель нужен, и учитель должен быть самым правильным и самым хорошим. Скажите, а как долго вам приходилось работать, как много это заняло времени? Я на такой вопрос не могу ответить, потому что это укралось то два часа, то три часа. По-разному? То четыре, по-разному. А если так, ну, в течение месяца, в течение двух, как-то так вот, если вы вспомните? Ну, ориентировочная, похожая скульптура я сделал за месяц. И опять-таки же тоже от работы не отвлекается от основной. Я понимаю, это ваше хобби, так я понимаю? Хобби, да, это мое хобби. Хотелось сделать людям приятное, увидеть, что все в твоих руках, что ты не просто, а ты мне спрашивали, а ты можешь это сделать? А как ты это сделал? Я говорю, то просто брать и делать. Все. Замечательно. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Я думаю, теперь наши читатели, наши зрители, наши слушатели будут больше знать о том, что у нас есть, что у нас есть в городе. Такие люди, которые, ну, добровольно работают, подсказывают, делают определенные очень хорошие вещи для города, чтобы город становился лучше, разумнее и красивее. Спасибо большое, Александр. А всем читателям хочу напомнить, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Впереди у нас еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok